Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты. На своих экранах вы сейчас видите ту работу, которую мы проводим постоянно, а именно пополняем свои базы данных и, соответственно, проводим по ним какие-то исследования, расчеты и так далее. Отслеживается динамика, прежде всего, изменений на протяжении многих-многих лет. В данном случае переведена динамика изменений с 2002 по 2016 год за 14 лет работы лаборатории. Можно увидеть, что, проходя обследование, человек проходит одни и те же лица, проходят, как правило, и, соответственно, мы можем видеть, что в 52% случаев мы видим без изменений динамику. То есть у человека, в принципе, существенным образом ничего не меняется. Конечно, происходят какие-то изменения в семье, на работе, все мы живем, дышим, каждый день что-то происходит новое. Но с точки зрения психофизиологии, фундаментальных каких-то основ, показаний этого человека по различным родам методикам, мы видим, что в среднем она вот эта цифра 52% составляет. Ничего существенного не происходит у человека. Видим положительную динамику у некоторых людей. То есть видим, что, предположим, предыдущие какие-то годы у него что-то было проблемное, но он решает эти проблемы с более-менее какой-то успешностью в семье, в работе, еще что-то, карьерный рост или еще какие-то события происходят в социальной сфере у этого человека. И мы видим в целом положительную динамику, когда у человека какие-то характеристики становятся лучше, качественнее, выше, повышается уровень критики, достаточный уровень и высокий уровень мыслительных способностей, внимания, памяти, все у него хорошо, в порядке, он свеж, бодр и так далее. И примерно та же самая цифра присутствует при отрицательной динамике. То есть 24%, удивительное сочетание, да, 24% людей, которые мы отслеживаем, показывают нам динамику вверх положительную и, соответственно, 24% от 100% они показывают нам вот динамику вниз. 100% и, соответственно, у кого-то что-то лучше происходит, а у кого-то что-то хуже. Какие-то показатели меняются в худшую сторону, меняются какие-то качественные характеристики, опять же, в функциональных каких-то моментах мышления, памяти, внимания, еще чего-то. А и личностные какие-то изменения происходят, ухудшаются показатели, происходит рост тревожности, какой-то социальной дезадаптации и так далее. Соответственно, вот такие две похожи, как братья-близнецы, цифры. Без изменений, положительные изменения и отрицательные изменения. Вот такая вот у нас картина в лаборатории по нашим базам данных тысячным. На этом все. Задавайте свои вопросы под этим видео. Подписывайтесь на это видео, ставьте лайки, заходите в нашу группу ВКонтакте, задавайте мне вопросы по электронной почте. Отвечаю всем и всегда без исключений. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.